Вечер на Думской А мы продолжаем говорить об украинской автокефалии, о возможном предоставлении Томаса. У нас в гостях Юрий Маслов, профессор. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям открытой линии для голосования. Сегодня спрашиваем вас, конечно, о первом школьном дне. Опрос звучит так. Уровень подготовки школ Одессы и региона к 1 сентября. Три варианта ответов. Отличный масса проблем. Все как обычно. Ну и прежде чем начнем говорить о возможном получении Томаса, небольшая информация по этой теме от наших корреспондентов, прошу вывести на экраны. Вселенский Патриархат утвердил решение о своем праве предоставлять всем государствам возможность создания поместной церкви без учета мнения Московского Патриархата. В первую очередь это касается Украины. Об этом на своей странице в Facebook 3 сентября сообщил президент Украины Петр Порошенко. Вчера было принято решение про право Вселенского Патриархата без урахования думки Москвы надавать всем государствам, но в первую очередь Украине, право на создание поместной, соборной, православной, украинской церкви. 31 августа Вселенский Патриарх Варфоломей встретился с главой Православной Церкви Московского Патриархата Кириллом, которому сообщил об имплементации решения об автокефалии в Украине. Таким образом, Киевский Патриархат станет равным среди 14 других поместных православных церквей мира. Как известно, 17 апреля этого года президент Порошенко анонсировал скорое создание Единой Украинской Православной Церкви. Обращение к Патриарху Варфоломею о предоставлении Томаса подписали епископы Киевского Патриархата. 19 апреля это обращение поддержала Верховная Рада. Напомню, ранее Московский Патриархат неоднократно выступал против автокефалии Украинской Православной Церкви. Именно эта тема стала главной во время нынешней встречи в Константинополе в Варфоломее и Кирилло. Накануне глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет заявил, что Священный Синод примет решение об автокефалии Украинской Православной Церкви в сентябре этого года. Самый главный вопрос, безусловно, это Украинская Поместная Православная Церковь. Но действительно, почему собираются в Константинополе или, по честному говоря, в Истамбуле? Ну, традиционно, это престол Вселенского Патриарха, это Новый Рим, и, собственно, у него в титуле сказано, что он епископ Нового Рима. И его, конечно, троллят по поводу того, что, собственно, Константинополь пал в 1453 году, и, собственно, с тех пор это мусульманская Турция. Но, тем не менее, та незначительная община из нескольких сотен греков по-прежнему очень щепетильно относится к тому, что они являются столицей мира. Давайте подключим к нашему разговору Николая Данилевича, протеерея Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Николай, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ваша позиция относительно возможного получения Томаса и создания Единой Поместной Церкви? Готов ли Московский Патриархат стать частью этой Единой Поместной Церкви или станет Русской Православной Церковью в Украине? Ну, во-первых, мы не комментируем таких возможных сценариев, то есть, что будет, если будет. То есть, в условном способе мы не говорим. Мы комментируем то, что было или то, что есть. Поэтому это первое. Во-вторых, пока еще неизвестно, будет Томас или не будет Томас. Потому что, во-первых, его некому давать, потому что его можно давать нашей церкви, то есть, УПЦ, МП, потому что мы каноническая церковь. Его нельзя давать ни УПЦ, КТ, ни УАПЦ и не собирается давать. Открывать другую юрисдикцию – это тоже проблемно. И противоречит правилам церковным. Поэтому вопрос, скажем так, до конца нерешенный. Есть желание это сделать со стороны Константинополя, но не видно пока еще возможностей и способа этого решения. Поэтому я бы не спешил с тем, что вот уже будет. Но, тем не менее, наверняка обсуждается внутри церкви дальнейшая судьба Московского Патриархата в Украине в случае создания новой поместной церкви. Мы, в случае, у нас не обсуждается, мы есть, мы останемся, мы являемся украинской православной церковью. И имеем связь как с Московским Патриархатом, так и с Константинопольским, и со всеми патриархатами. Ну вот, в отличие от УАПЦ и УПЦКП. Поэтому мы никуда не искренне, не уйдем, мы граждане своей страны, мы верующие, и нас много. Вот, поэтому... Но ведь вас никто и не выгоняет. Даже гипотетически. Что будет, когда? Вот, во-первых, есть большой вопрос, будет ли. Вот, а во-вторых, именно так. Вообще, наша политика нашей церкви состоит в том, что мы за единство православия, единство церкви, но на экономических основаниях, а не так, как это предлагает нам сейчас делать. Томас не объединит Украину. Я хочу сказать, что Томас, это как печать в паспорте в графе «семейное положение». Вот, все мы знаем, что печать в паспорте людей не держит вместе, которые живут. Их держит любовь, терпение, взаимоуважение, желание жить вместе. Поэтому вот это сначала, а потом они скрепляют свой союз печатью в паспорте. А не наоборот. А здесь нам предлагает сначала Томас, то есть давайте мы вам сначала поставим печать, а дальше вы будете мириться между собой или как-то там стараться жить. А что нужно сделать, простите, для того, чтобы примириться уже на этом этапе? Я не понял вопрос. Простите, а что нужно сделать для того, чтобы уже на этом этапе примириться? Вопрос не в том, что мы ругаемся между собой, а вопрос в том, что часть, скажем, духовенства в свое время, больше, более 25 лет назад, отошла от церкви. Надо, чтобы они вернулись к нам, чтобы мы здесь восстановили единство, и тогда вместе мы можем просить о автокефалии. Вот что. Сначала... В тот момент, когда они к вам вернутся, в тот момент, когда они будут к вам возвращаться, предположим, то есть это люди, которые ушли из луна церкви и возвращаются в нее, они в целом должны будут, ну я так подозреваю, покаяться. Ну да, таковы таковы требования правил церковных, и более того, даже если Константинополь надумает здесь открывать свои юриспекции, они то же самое должны будут сделать, только уже перед Константинополем. Они готовы это сделать? И если да, то где? Там или здесь? Это вопрос к ним, это надо, по крайней мере, понимаете, покаяние, это не значит унижение. Это признание своей ошибки и восстановление единства. Однако, обратите внимание, если они признают себя в ошибке, то получается не очень хорошо строить на ошибочных каких-то утверждениях новую церковь, как организацию. Нет, вы не правы. Дело в том, что когда человек, это как раз они сейчас строят на ошибочных основаниях, потому что сами совершили ошибку, и в этой ошибке уверяют другие люди. Но это ваша точка зрения, я просто продолжаю вашу логику и говорю о том, что если они это признают, то у вас будет еще один аргумент против создания церкви, которая не подчиняется вам. Нет, нет, вы немножко не ту логику мою проводите. Вот знаете, ДНР, ЛНР у нас есть, они тоже должны вернуться в состав Украины. Где-то вот признать, может, какие-то ошибки, вот пусть будут в составе Украины. Хотят какую-то автономию, пожалуйста, но таким образом надо восстановить единство страны. Вот похоже и в церкви. Ну это очень условно, потому что они не имеют права на самоопределение в таком виде. Ну, кстати, представители Московского Патриархата часто сравнивают Киевский Патриархат с террористическими организациями ЛНР и ДНР. Почему так? Вопрос не в терроризме, а вопрос в сепаратизме. Потому что мы понимаем, что такое сепаратизм, а вот раскол – это церковное слово, которое значит церковный сепаратизм. Раскол – это когда разделяют и отделяют. Вот поэтому, говоря советским языком, раскол – это является церковным сепаратизмом. Вот у нас очень параллельная сейчас ситуация, что в государстве, что в церкви. Вот зеркальное, по большому счету. Поэтому, знаете, восстановлять единство надо путем общения, диалога. И думать, что нас помирит Москва или Константинополь, я думаю, что это ошибка. А вы готовы к диалогу? Абсолютно. У нас сборный завод. У нас давно уже существует комиссия, но Киевский Патриархат не готов. Они не создали комиссии, и они не хотят идти на диалог. Впрочем, вопрос. Услышали вас. Благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Николай Данилевич, протеерей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, был у нас на телефонной связи. Юрий, вот из того, что вы услышали, вы согласны с этим утверждением? Вы знаете, на удивление, такой сбалансированный, корректный комментарий у отца был. По большому счету, он высказал достаточно здравую и конструктивную позицию. Я бы, скорее, вы знаете, прокомментировал ваше вступление, потому что мне кажется, что вы там смешали несколько событий. Во-первых, была действительно 31-го числа встреча Вселенского и Московского Патриархов. А во-вторых, после этого начался Великий Синоксис Вселенской Церкви, на котором тоже были приняты решения. А в-третьих, президент нашей страны прокомментировал это в своем заявлении. Вы как раз говорили о том, что заявление про поместную церковь случали уже после Снечислиева. Смотрите, я вам скажу, что по поводу поместной церкви, вот заявление по поводу того, что Константинополь подтвердил свое право предоставлять автокефалию другим церквям. Без Москвы, так звучит заявление президента Порошенко. Это заявление президента Порошенко, но президент Порошенко не является Константинопольской Вселенской Церковью. А что касается самой Константинопольской Церкви, то на самом деле она всегда настаивала на этой позиции. И ее каноническая позиция, богословская, всегда состояла в том, что только они могут предоставлять автокефалию другим православным церквам. И это была именно их позиция, и они на ней стояли. И в этом смысле Вселенская Церковь не сказала ничего нового. Великий Синоксис – это архиерейский собор. В славянской аналогии – это собрание всех епископов, которые съезжаются со всего мира раз в два, раз в три года, для того, чтобы провести некий съезд и обсудить актуальные вопросы. Текущие дела. Да, текущие дела. И в этой связи, в этой позиции, которая была озвучена по поводу того, что Вселенская Церковь настаивает, что только она в православном мире предоставляет автокефалию другим церквям, как, например, московскому патриархату она же предоставила автокефалию, в этой связи, собственно, она всегда настаивала на этом, и эта позиция абсолютно не новая. Ей столько же примерно, сколько и Вселенская Церковь. То есть механизм сам по себе рабочий. Вопрос в том, нужен аргумент для того, чтобы они сделали этот шаг и выдавили эти документы. Я думаю, что буквально в последние часы начинаются комментарии нового события, потому что на Великом Синоксисе также в докладе Вселенский Патриарх достаточно подробно остановился на том, что в деяниях Константинопольской Церкви XVII века по поводу временного предоставления Киева под управлением Москвы, они сегодня уже как бы усматривают некий непостоянный характер. То есть они говорят о том, что они никогда с этим не соглашались. На самом деле это достаточно новый тезис. Он, собственно, муссируется с апреля месяца. Это тоже не новый тезис. С апреля отдельные представители Вселенской Церкви об этом говорят. Юрий, давайте услышим еще мнение Киевского Патриархата. Владыка Павел, епископ Одесской и Балтской Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата у нас на телефонной связи. Павел, здравствуйте. Хотим и ваше мнение узнать относительно возможного предоставления Томаса в Украине, кому он должен быть предоставлен. Буквально несколько минут назад слышали мнение представителей Московского Патриархата, что, к примеру, Киевскому Патриархату он априори не может быть предоставлен. Он не может быть предоставлен ни Киевскому, ни Московскому патриархату, а потому что предоставляется Украинскому народу, Украинской церкви, поместной православной церкви, которая будет создана с епископами Росийской православной церкви в Украине, Украинской православной церкви Московского патриархата, Автокефальной православной церкви и Киевского патриархата. властью. Фландыков, такой вопрос. Мы услышали мнение о том, чтобы для того, чтобы возникла поместная украинская церковь, все те, кто 25 лет назад ушли из украинской церкви православной московского патриархата, должны вернуться в луноцеркви, покаяться и только после этого просить об, условно говоря, автономии. Насколько это соответствует действительности, такой механизм, и насколько вы, например, готовы пройти его? Я вам скажу, что если бы селенский патриарх не разглядывал нас, епископов Киевского патриархата, как епископов, звернение не было бы принято. Селенский патриарх уже визначает ступень або статус православной церкви Киевского патриархата, а так и православной церкви, подписи, которые он принял, как подписи церкви. Мы принимали в ней подпис как подпис епископа. А то, что хочет нам навеять еще 25 лет, 20, 20, 25 лет назад, вернее, на начатку, как только Украина стала независимой. Теперь патриарх Филарет, тогда еще митрополит Филарет, то, что мы должны иметь независимую церковь. И это решение замовчилося аж до тех пор. А сейчас это, что происходит на Сходе, это, что происходит в Украине, демонстрирует то, что нам необходима церква. Вона потребна украинскому народу, как засыпь консолидации на суспильство. Павел, а вот насколько сегодня Киевский патриархат готов к диалогу с московским патриархатом? Опять-таки услышали мнение ваших коллег о том, что как раз московский патриархат готов идти на диалог, а Киевский патриархат не создает необходимую комиссию и не хочет вести диалог. Мы находимся в ситуации, когда вы, как представитель Киевского патриархата, говорите, что московский патриархат не хочет вести диалог, а московский патриархат говорит, что это Киевский патриархат-сепаратисты и не хотят вести диалог. Что делать людям, простым верующим? Про який диалог зараз идет мова? Речь о примирении, воссоединении, я не знаю, поиске какого-то единого решения. Будет надание тому, что это будет объединение. Вот есть майже десять архиереев московского патриархата, которые подписались под звернением о надании автокефалии. То есть с этими людьми вы говорите то, что... Это тоже бажание, бажание, но это открыто, так? Но это открыто. Это про то, что заявляет и селенского патриарха, что есть такие подписи. И это свидетельствует... Они не называют, правда, кто эти имена, но это свидетельствует что это одни, которые открыто говорят про то, что в Украине нужна поместная православная церковь. И это представители московского патриархата в Украине. Ну послушайте, это похоже на голосование в Верховной Раде по закрытым спискам. Не, ну чему? Можно принимать это по-разному. Но мы увидим результат, который будет. Когда будет результат, скажите? Я думаю, что в скором времени. Я не могу прогнозировать, когда будет это. Ну, надеюсь, что до конца этого года будет. Пусть слышали вас. Благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Владыка Павел, епископ Одесский Ибалской Украинской православной церкви Киевского патриархата был у нас на телефонной связи. Главный вопрос со стороны Украинской православной церкви Киевского патриархата постоянно говорит о том, что получение этого томоса, оно позволит все-таки как-то объединить людей. Другие говорят, что оно, наоборот, разъединит. Ваше мнение вот к этому механизму? Ведь томос-то с греческого переводится как часть, кусок. Это очень деликатный вопрос. Мы с вами выслушали позиции представителей двух, ну скажем так, конфессий. Ну, нужно с уважением относиться к мнению одних и вторых. Но я бы высказал свое частное мнение, скажем так, мой теологумен, да, частное богословское мнение. Я думаю, что все-таки не очень корректно говорить о том, что церковь должна объединить народ и что томос дается народу. Все-таки томос, он дается верным церкви. И тут очень важно желание этих верных, это томос получить. Сегодня, сегодня, действительно, есть вопрос. И я думаю, что та часть тех православных, религиозных объединений и Киевского патриархата, и Украинской автокефальной православной церкви, они томоса ждут. И для них это очень важно, потому что для них таким образом будет уврачован тот раскол, который существует уже на протяжении 25 лет. И, собственно, это сегодня лейтмотив Вселенского патриархата, который говорит о том, что сразу после встречи Кирилла и Варферломея Адамакис Эммануил Гальский, митрополит, дал интервью агентству Ромфея. И вот он сказал, что, собственно, из-за, собственно, 25 лет существующего раскола, из-за того, что 25 лет достаточно большое количество людей в Украине находится вне ограды церкви, Вселенский патриарх как раз занимается этим вопросом. Но, тем не менее, другая часть общества, которое сегодня насчитывает, по данным Министерства культуры, больше 12,5 тысяч приходов, а именно Украинская православная церковь, она достаточно настороженно относится к Томасу. В первую очередь потому, что именно в таком активном влиянии государства церковь видит вмешательство в свои внутренние дела. И я вам, кстати, скажу, что если вы посмотрите мнение наших братьев-католиков, то совсем недавно, несколько дней назад, очень обеспокоенные материалы начали появляться на официальном сайте Римско-католической и Греко-католической церкви в Украине. Причем в лице нашей национал-патриотической спельноты и, в частности, профессуры, сразу появились такие гневные отклики. А вот вы вообще что, не украинцы? Но, тем не менее, католики сегодня очень сильно обеспокоены, что вот этот лейтмотив «Единая вера» снова загонит у неатов какое-то прокурство в ложе политики. Вы знаете, представители католической церкви, которые были у нас в студии, они как раз наоборот за объединение высказывались. Они же сами не собираются объединяться с православными. Ну, звучала фраза о том, что в дальнейшем возможно объединение... Смотрите, это же такой вот вариант, когда вы даете своей соседке совет, как ей жить. Но при этом вы же не допускаете то, что вам предложат тоже поучаствовать каким-то образом в этом процессе в уборке общей квартиры. Поэтому сегодня мы видим как раз обеспокоенность греко-католиков в таком активном вмешательстве государства внутри религиозных дел. Но если говорить глобально о выводах, что можно сказать? Можно сказать, что 31 числа действительно состоялась встреча двух патриархов, что она, согласно официальным коммунике, прошла в абсолютно братской атмосфере и опубликованы официальные материалы и на сайте Фонара, и на сайте Московской Патриархии. И, собственно, там подтверждено, что встреча была братская. Мало того, нам доступен 15-минутный ролик их братской беседы, где они лобызаются, говорят о том, что вот начинается новый церковный год 1 сентября, о том, что нужно проводить общее богослужение, посвященное экологическим вопросам. И, по сути, оба патриарха не комментировали, не комментировали вопросы предоставления автокефалии Украины. И в официальных комментариях ни той, ни другой церкви нет вопроса Украины. Другое дело, что после этого на великом синоксисе Вселенского Патриархата действительно рассматривалось два вопроса, и это мы тоже можем проследить по официальным источникам. Одна позиция в отношении того, что всегда настаивала Вселенская Церковь, что только она дает автокефалию. И второй вопрос, по всей вероятности Константинополь действительно ищет и предпринимает какие-то шаги по поводу того, чтобы каким-то образом имплементировать свои решения в отношении Украины. Мой личный прогноз, что они будут достаточно длительными. У нас есть звонок через зрителя. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Да, пожалуйста, вопрос. У меня два вопроса. Первый вопрос, который почему-то все наши политики очень старательно замазывают и прячут от наших ушей. Скажите, пожалуйста, на каком языке якобы вновь созданная объединенная автокефальная Украинская Церковь будет вести свои вероисповедания? на церковнославянском или на украинском? И второй вопрос. Допускается ли, допускается ли, что будет два языка, как и раньше, церковнославянский в восточных областях и южных, и украинский в западных и центральных. И второй главный вопрос. А скажите, а с какой радости вообще в Украине, кто это сказал, что одна страна, одна церковь? Это один известный тиран, негодяй, король Людовик 14-й, силой людей загонял католицизм и три миллиона гугенотов покинули Францию. Услышали вопросы, Юрий, пожалуйста, касательно языков? Я, опять же, с огромным уважением, с огромным уважением отношусь к позиции нашего телезрителя, потому что, на самом деле, он выражает то общее беспокойство, которое есть сегодня у верующей части населения. Потому что, действительно, есть вопросы государства, а есть вопросы церкви. Если, например, Киево-Печерская лавра на протяжении многих столетий публиковала свои триодионы, актоихи, литургиконы на церковнославянском, то сегодня, например, проводить обновленческую реформу и переходить на какой-то другой богослужебный язык достаточно странно. И если, например, сегодня 95% тех приходов в Одессе используют в своей традиционной богослужебной практике старославянский язык, то, по сути, все верующие ожидают, что он и дальше будет использоваться. Так же, как католики используют лавра. И по второму вопросу. А по второму вопросу мы четко помним о том, что у нас государство отделено от церкви, я это всегда говорю. И я, например, всегда считаю, что государство должно чрезвычайно дистанцироваться от реализации церковных, от вмешательства в церковные дела и дать возможность церкви верующим самим вершить свою судьбу и судьбу своих общин. Спасибо вам за ваше мнение. Благодарим вас за то, что пришли сегодня к нам. Юрий Маслов, профессор был нашим гостем. Прерываемся ненадолго, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ТВ